Многие люди сегодня не могут обходиться без кондиционеров. Комфортная температура требует дополнительной энергии, особенно в местах с жарким летом и холодной зимой, таких как Аньхой. Но Земля может регулировать температуру естественным путем, поэтому ее можно использовать как транзитную станцию, поглощающую тепло летом и выделяющую его зимой. Вот чем занимается эта энергостанция – неглубокой геотермальной энергией. Мы в самом ее сердце, на 9 метрах под землей, видите вокруг гигантские трубы. Вся вырабатываемая энергия будет сосредоточена здесь, затем передана в разные места города. Это можно рассматривать как большую систему кондиционирования воздуха под землей. Энергостанция – одна из первых региональных зеленых станций в Китае. Открытая в 2019-м новая энергетическая система для кондиционирования была одобрена владельцами зданий общей площадью 3 миллиона квадратных метров. Преимущество, по мнению Ванга, заключается в низких выбросах углерода и высокой эффективности. Во-первых, она не сжигает уголь или природный газ, что значит отсутствие прямых выбросов газов. Она зеленая и экологически чистая. Кроме того, эффективность очень высока. Она может производить 5 долей тепла, потребляя всего одну долю электричества. Компания ожидает сокращение около 170 тысяч тонн углеродных выбросов с тепловой энергией на песчаной территории. Она экономит деньги пользователей. Мы посетили художественный музей Эньхуэй, одного из основных потребителей энергии станции. Используя тепловую энергию, уже около двух лет она снизила энергопотребление на кондиционирование на 20%. 500 тысяч юаней, около 69 тысяч долларов США, экономия на энергозатратах происходит ежегодно. Это позволяет сэкономить на обслуживании оборудования, требуя меньше его. Электростанция – элемент новой энергетической карты Аньхоя. Провинция быстро развивается в возобновляемой энергии, включая и область фотовольтаического генерирования. Строительство кластеров фотовольтаики и новых энергонакопителей включено в отчет правительства провинции как ключевая задача на год. Наша новая энергетическая промышленность имеет очень сильную базу. Выпуск новых энергетических транспортных средств в провинции, четвертой в стране. И вместимость передовых фотоэлектрических и новых систем хранения энергии также подскочила на третье место в стране. Растущие отрасли требуют больше энергии, стимулируя ее новое потребление. Провинция Аньхой стремится к увеличению дохода от передовых фотоэлектрических и новых отраслей хранения энергии на 15% в 2024 году, сохраняя лидерство в стране.